Всем привет, друзья! Хочу сегодня записать видео-отзыв об одной компании, которая продает саженцы, семена и такое вот всё садоводческое. Редко мы сталкиваемся с проблемами при покупке семян или саженцев. Но в этот раз, честно говоря, была огромная злость в один момент, просто невероятно. Хорошо прошло какое-то время, и я сейчас записываю уже отзыв. Я решил рассказать о ней, потому что, вот сразу хочу сказать, я не рекомендую, категорически буквально не рекомендую связываться с этой компанией. Вот судя по тому, какой мы опыт общения с ней получили, взаимоотношения, я категорически не могу рекомендовать никому даже обращать внимание в ту сторону. Все живы-здоровы, слава богу, да, даже что-то у нас растёт после них, но сейчас расскажу подробности. Отношения и организация рабочих процессов у этой компании, это, конечно, уникально. Поэтому давайте, поехали. Компания называется КСП, Клуб садоводов-профессионалов. Это точно профессионалы, там работают, я уверен, на Краснодарский край. Я буду сейчас выводить на экране скриншоты, может быть, или видеозаписи сайтов этой компании и так далее. В октябре месяце мы сделали заказ у этой компании. Заказали мы розы, виноград. Несколько, я не знаю, сколько там было, довольно много сортов разных роз и 8 сортов винограда. И, похоже, там ещё что-то было, сейчас не помню точно. Но основное было это. И сразу же практически начались проблемы. Заказ мы сделали, нам сказали, что там отправим, тогда-то, тогда-то, тогда-то. Не отправляют. Ну, звоним, узнаём, там пишем. Не помню, как там сейчас сначала начиналось. По-моему, звонили, да, мы сразу же. И всё сообщали, да, отправляем, отправляем, всё отправляем. Уже октябрь прошёл, ноябрь прошёл. Отвечали уже в грубой форме нам, что мы там вот такие большие, у нас там много заказов, нам тяжело. Да, ну вот нам почему-то легко. И уже морозы начинались. Мы переживали просто за то, что эти саженцы не дойдут. Ну, уже декабрь месяц, морозы сильные начинались. Могла посылка просто не доехать. Переживали, что, ну, тогда уже весной что-ли будете отправлять. Но, честно говоря, уже доверия было мало к этой компании, раз проблемы такие с отправкой. Причём, знаете, что они делают? Два раза, по-моему, они создавали номер отправления на почте. Прям приходят на приложение Почты России номер отправления, что там создано уже отправление. Ну, а посылку не отправляют. Они нас успокоили один раз так. Нам приходит, что номер отправления, вот посылка там оттуда-то, оттуда-то. Там, этот, готова оттуда отправки, то ли что-то, в общем. И проходит неделя, и нет никаких движений по Почте России. То есть мы звоним, узнаём, Почту России звонили. Они говорят, это просто создан номер отправления, но посылку нам на почту не принесли. Стали выяснять, что, в чём проблема. Вы не принесли всё-таки, или Почта что-то там делает. Оказалось, всё-таки клуб садоводов-профессионалов не хочет почему-то отправлять эту посылку. Зачем было создавать? Ну, наверное, для того, чтобы клиенты эти успокоились, вредные, противные, которые деньги дали и что-то хотят. Зачем-то, почему-то, с чего вдруг? Ну, пожертвуйте нам деньги, и всё. Зачем требовать от нас какие-то растения? Ну, так вот, в конце концов, отправили не эту посылку с этими розами. Грубили, грубили, грубили. Там, кстати, уже в какой-то момент, там Алёна была, даже могу назвать имя, потому что она уже там не работает. Эта женщина, видимо, там текучка, похоже, серьёзно, кадров. У них колл-центр есть, и вот там работают люди. И потом этот колл-центр как-то не очень связан, честно говоря, вот с остальными структурами этой организации, похоже, судя по тому, как вот мы поняли из разговоров. Так вот, Алёна оказалась нормальной, хорошей, приятной женщиной, которая разговаривала, пыталась помочь как-то, ну, честно говоря, у неё, может быть, только отправкой получилось, организовать отправку, чтобы они там что-то сделали. В общем, пришла эта посылка, слава богу, ничего не замёрзло, там уже чуть ли не под Новый год, я не помню точно, когда. Сейчас это не принципиально, может быть, даже после Нового года это было, неважно. Да, и стали мы распаковывать. Я снимал видео, ну, так вот, как на Алиэкспресс, снимаем, тоже по ссылке приходит, стал снимать. В общем, в итоге, и розы вроде как более-менее нормальные были, а вот виноград из восьми саженцев, семь были засохшие, вот просто засохшие. А восьмой вроде нормальный. Но, сразу скажу, что вот этот восьмой, вот мы же посадили, сейчас у нас растёт он, пытается, точнее, расти, что-то там пробилось, ну, вот, пока не просыпается, вот, нормально. Вроде как появляется росточек, но что-то, я не знаю, это, короче, может быть, и восьмой тоже неживой. Стали мы писать, решать эту проблему. Ну, как это так, зачем мы столько месяцев добиваемся отправки, и в итоге получаем сухие саженцы. Отправили фото, видео не попросили, всё отправили, и они нормально ответили всё, сказали, что да, хорошо, такие проблемы бывают, решим, всё будет хорошо. Решим как? Если хотите весной, закажите ещё какие-то, ну, какой-то заказ сделать, если вам нужно что-то. Мы доложим в этот заказ ваш виноград, засохший, уже не засохший, а целый, нормальный, живой. Да, и отправка будет за наш счёт, за счёт компании, всё, и мы проблему решим. Думаю, ну, хорошо, действительно, что, хорошее решение, в принципе. Наступила весна, уже, уже тоже тёплые дни, опять пришлось звонить, названивать. Я понимаю, что многие могут сказать, что это, наверное, вы клиенты такие, которые мозги морочите, названиваете. Нет, вот, не делали мы так. Уже, когда эта отправка уже должна была состояться, нет, не отправляют ни за что, вот, опять пришлось напоминать, что было, уже они потеряли все эти данные. В итоге, всё-таки нормально всё, вроде как. Опять были хорошие в колл-центре ребята, которые всё сделали, успокоили нас, собрали посылку. Мы там заказали ещё, там, что-то разные виды картошки, решили посадить, проверить сорта, там, ещё какие-то заказы мама делала, там, дополнительные. И, и отправили, конечно же, нам виноград, да. Идёт посылка, но сразу что-то нас насторожило, потому что как-то пришло, что там, тысячу пятьдесят рублей, что-то такое, да, наложенный платёж вроде как, ну, думаю, наверное, какая-то ошибка, ладно. Пришла посылка, пошли мы на почту, и действительно оказалось, что отправили нам наложенный платёж, то есть отправка за наш счёт, тысяча пятьдесят рублей. То есть очередной обман опять. Стали им писать на почту, чтобы решить этот вопрос. Здесь я прям приложу вам скриншоты, и, слава богу, эта переписка осталась у нас. Отец вёл эту переписку. Вот первое письмо, он написал, здравствуйте, в апреле мне была выслана посылка, которая должна была быть отправлена за счёт КСП. Но ошибочно её отправили с наложенным платежом. Прошу сделать возврат средств. Чек оплаты наложенного платежа в приложении. Ответ. Клуба садоводов-профессионалов. Здравствуйте, пожалуйста, уточните номер карты, на которой мы можем оформить возврат. Позвольте ещё раз принести вам свои извинения. Надеемся, что случившееся недоразумение не помешает вам и дальше оставаться нашим клиентом. С уважением, менеджер отдела гарантии Елена. Хороший ответ, достойный, вполне, да? Отец ответил, нет, не помешает, там и так далее, всё хорошо. Клуб садоводов отвечает, спасибо, будем рады видеть вас вновь в нашем онлайн-магазине. Информация о возврате денежных средств передана в финансовый отдел. В течение пяти рабочих дней ожидайте возврата денежных средств. Ожидаем. Прошло какое-то время. Отец пишет. Там не какое-то, уже больше недели прошло. И рабочих дней, и любых дней уже. Да. Елена, добрый день. Уточните, пожалуйста, возврат денег. Я ничего не получил. Отец написал. Ему отвечают. Через два дня отвечают. Здравствуйте, Виктор. Сумма к возврату. У вас обозначены тысяча пятьдесят рублей. Так что всё имеет значение. Это он ещё спрашивал. Там что-то промелькнуло у нас в Почте России, что вроде как тысяча рублей какая-то там вот в этом приложении. Мы подумали, что какой-то возврат произошёл через почту, что ли. И там тысяча или тысяча пятьдесят. Ну, в общем, они там пишут, что тысяча пятьдесят рублей тоже имеет значение для нас. Вот они пишут для них, чтобы клиент был доволен. Возврат пока что не осуществлён. Но будет непременно. Просим не переживать, немного подождать и учесть, что мы не напрямую вам перечисляем, а банку. А уже банк вам. Поэтому не моментально всё. То есть мы передаём в течение пяти дней, а банк имеет право провести платёж в течение двух недель. Пожалуйста, просто подождите. Ждём. Хорошо, уже банк виноват. Отец там написал, что я не переживаю, просто написали пять дней и так далее. Да. Прошло ещё время. Там не две недели, но почти две недели ещё прошло, да, по времени. Здравствуйте, Елена. Что-то опять от вас никакой информации. Как происходит возврат? Благодарю за ответ. Клуб садоводов отвечает уже 2 июня. А начало переписки там было когда-то, чуть ли не 2 мая. Ну, в начале мая было. Добрый день. Передала информацию финансовый отдел для ускорения процесса возврата средств. Возврат будет осуществлён по номеру карты, которую вы предоставили в сообщениях ранее. По сроку возврата. Обработан будет в ближайшие дни. Перевод должен прийти на карту в течение пяти рабочих дней. Опять пять рабочих дней. Ой, прошло ещё две недели. Отец уже снова пишет там письмо. Про совесть уже напоминает и так далее. Что ругаться нужно с вами или что. Для нас уже было это просто принципиально. Но дело даже не в тысячу рублей. Там я потом сейчас расскажу, в чём дело было. Потому что проблем хватало и дальше. Не только в этом совершенно. Да, неужели тысяча рублей нужно вот так вот... Вот он пишет. Неужели за тысячу рублей нужно вот так позориться? Передайте это письмо вашему начальству. Пусть им станет стыдно за такую работу. Да, ну, стыдно им явно не станет. Через ещё десять дней, вот отец снова пишет. Сколько же мне ждать возврат по заказу до комнаты? Или это никогда не закончится? Клуб судоводов ответил. Прямо в этот же день, представляете? Прямо ответил. Это 25 июня. 25 июня нам отвечают. И что отвечают? Смотрите. Было, вы помните, пять рабочих дней. Потом две недели виноват банк. Потом опять пять рабочих дней. Теперь. Здравствуйте. Денежные средства за заказ такой-то в размере 1050 рублей будут переведены на ваш виртуальный счёт. Будут, кстати. Я не знаю, переведены они или нет. Виртуальный кошелёк. Согласно пункту 5.9 пользовательского соглашения. Этой суммой вы можете воспользоваться при оформлении нового заказа, поставив галочку в соответствующей строке «Воспользоваться суммой виртуального кошелька». Приносим извинения за задержку ответа. Ну, после этого там отец написал гневное уже письмо. Разозлившись страшно. Просто я его прекрасно понимаю, но это было, правда, уже невыносимо. Ну, это издевательство какое-то, а не вот взаимодействие клиента с компанией. Просто вот продать саженцы, если они у вас есть. Выполните эту задачу и на этом всё. Проблема возникла. Ну, решили эту проблему. Всё, работаем дальше. Но нет. Вот кучу проблем они придумали. В итоге тысячу рублей эту по сути не вернули, потому что заказывать мы у них больше не будем. Это понятно. Поэтому они опять пытаются этой тысяче рублей нас затянуть. Затянули первый раз тем, что бесплатная доставка будет у вас весной. Можете что-то дозаказать и получить виноград. Потом ещё тысячу рублей. О, деревня. В деревне только видеозаписки, слушайте. Видите, собаки как. Уже тоже собаки злятся просто на это всё дело, понимаете. Вот. С тысячей рублей понятно. То есть, если там какая-то проблема возникла, они её не решат. Всё. Это вот навеки вечные деньги туда отправили, и всё. Можно вот отдать навсегда. Если кто-то хочет взаимодействовать с этим клубом профессионалов, садоводов. Насчёт роз давайте. А, виноград. Давайте с виноградом закончим. Вот виноград же сухой. Семь нам прислали винограда. И из этих восьми. Вот тот так и не просыпается нормально, этот виноград, который остался в прошлого года. Вроде как живой пришёл. А семь остальных, в общем, из восьми. Три не проросли. Остальные вроде как растут там пять. Виноград. Давайте покажу виноград. Вот. КСП. Виноград там какой-то белый. Вот ещё один. Не проросший виноград. Так. Тут что-то стёрлось. Тоже КСП видно, но какой-то сорт тоже. Вот. Растёт виноградик. Слава Богу. Вот. Ещё один. Растёт. Вот. Не растёт. Самый крупный, наконец-то. Хоть что-то. Вот ещё. Растёт. И вот ещё один растёт. Вот, посмотрите, у нас виноградник вот там. То есть, мы сколько сажали, всё у нас прорастало без проблем. В винограде. Здесь, кстати, чёрная малина ещё у нас растёт. При этом, не знаю, какой сорт будет, мы не уверены совершенно в том, что это тот сорт, который мы заказывали. Потому что розы, смотрите, из всех роз, которые пришли, там почти половина у нас не прижилась. Ну, там меньше половины, хорошо, не прижилась в итоге. И из оставшейся половины, почти вот эта половина ещё пересортится была. То есть, не те сорта, которые мы заказывали. Ну, два там уже точно из распустившихся, вот не тот сорт, который заказывали. Два такие, вот вроде похожие, но не факт совершенно, что тоже тот сорт. Ну, слава богу, хотя бы красивый цветут. И пускай цветут. Ну, роза не есть роза. Всё равно красивое растение, красивый цветок. Так, вот у нас КСП. Роза 4 сезона. Красивая роза. Ещё одна роза цветёт. А вот здесь у нас тоже рядом с этими розами, вот так 4 было посажено. Вот одна, и вот вторая, которые не проросли. Вот, сейчас посмотрим, кто у нас это. Роза свани. Свани. Ну, как это правильно читается. Той часть роз, видите, здесь еле-еле растёт. Здесь вообще, то ли засохшая была, то ли, в общем, не знаю. Вот тоже роза. Могла бы быть, но она сухая. Вот, а это уже отцветает роза. Здесь вроде всё в порядке, всё хорошо. Так что, я не знаю. Вот картошку, которую мы заказывали, там ещё другие, какие-то саженцы. Может быть, тоже будут проблемы, посмотрим. Во всяком случае, пока картошка растёт, всё нормально. А вот с этими саженцами проблемы. У нас были как-то вот взаимоотношения такие тяжёлые с одной, с одними ребятами, там не компания даже. В Крыму давно ещё как-то вот тоже не отправляли ни за что. Ну, они вот были просто неорганизованные. Молодые ребята, которые что-то там путешествовали, развлекались там где-то. Ну, я их всё-таки, ну, добил уже, я заказывал тогда конкретно, написал в комментариях. Они там что-то куда-то поехали, то ли на Бали, то ли куда. Да, значит, они развлекаются, нам посылку никак не отправляют. Я уже написал, говорю, вы молодцы, конечно, ребята, вы такие хорошие, замечательные. Вам тот комментарий пишут, как вам здорово, как вам хорошо. А мне плохо. Почему вы должны вот за те деньги, которые я отправил, куда-то там путешествовать, а мне семена, значит, отправить нет? Тоже там месяцами длилось очень долго. И вот после этого сработало, кстати. И они действительно, они прислали вот замечательные семена. Вот в итоге всё решилось. И прислали больше, и всё. Ну, правда, не подписай, где какой, какой сорт, какое растение. Мы тоже по семенам уже не знаем. Ну, в общем, всё проросло, всё хорошо, замечательно. Вот, например, они решили свою, как бы, свою же проблему. Они её создали, сами же решили, всё нормально. Эти? Нет. Клуб садоводов-профессионалов – это вот всё закрытая тема. Поэтому с большими чувствами и фактами я хочу сообщить, что вот эта компания, я её ни в коем случае не рекомендую для заказов. Каждый сам решает, что нужно, но я считаю правильным даже сообщить вот всем своим зрителям, да, вот у меня же есть подписчики, которые тоже покупают семена и саженцы, и иногда спрашивают, где купить. Вот я сообщаю, что вот здесь точно не надо покупать, вот лично по моему опыту. Может быть, у вас всё хорошо с ними, дай бог, я только рад буду, что это только мы, вот у нас только какие проблемы возникли с клубом садоводов-профессионалов. И, кстати, насчёт их профессионализма ещё. Почему я записываю всё-таки этот отзыв? Потому что мы хотели написать отзыв вот у них на сайте, на компании, у них есть отзывы, но наш отзыв ушёл, конечно же, на модерацию и не появился там вообще. На сайте там только замечательные отзывы, там есть вопросы, спрашивают там что-то, чего-то, там как вот семена, когда отправка, ну такие вот бытовые вопросы, где там кто-то благодарит. Таких критических отзывов, недовольных, негативных нет. Но есть интернет, есть у меня несколько каналов на трёх разных площадках, вот, запишу отзыв сюда, ну что поделать. Нужно знать своих героев и вот таких интересных ребят, которые вот с семенами и саженцами, не знаю, обычно вот сталкиваешься, очень приятные люди всегда, но вот такие компании, к сожалению, встречаются. Очень редко, но метко. Пишите в комментариях, обязательно пишите в комментариях, с какими компаниями вы вот получили вот такой неприятный отзыв, или наоборот приятный, всё хорошо было, замечательно, и рекомендуйте там покупать. Давайте вот это видео сделаем такое, чтобы мы друг другу помогли вообще, куда стоит обращаться, куда не стоит. Например, недавно я вот заказал семена астранцы, не мог нигде найти, цветок такой интересный. Вы, там, этот, как это, сады Семирамиды, вот, в Москве, пока тоже проблемы почему-то. Я заказал, оплатил, мне позвонил, менеджер, всё, я оплатил, сказал, оплатите вот на выходных, суббота, воскресенье, а понедельник мы вам отправим. Уже сегодня среда, ни ответов на мои письма, ни отправки, ничего нет, посмотрим. Может быть, ещё один будет видеоотзыв, ну, надеюсь, что нет. В общем, пишите комментарии, рассказывайте, делитесь опытом. Всем удачи, и всем желаю вот попадать только на замечательных и приятных людей. Тем более, компаний целых людей, профессионалов. Субтитры сделал DimaTorzok